приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 30 июля поговорим о том что это за такой день марины и лазаря поговорим о том какие сегодня обязательно нужно сказать защитные слова также поговорим о практике на благосостоянии и скажем слова от врагов поэтому обязательно досмотрите это видео до конца для того чтобы правильно провести 30 июля по народным приметам в день марины и лазаря а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы любите кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также услышат эту важную информацию и так с 30 июля в народе отмечается праздник день марины и лазаря а церковь в этот день чествует двух святых маргариту антиохийскую она же православная святая марины и лазаря галисийского другие названия праздника 30 июля марина лазаревая марина с лазарем огненная мария и зори с лазарями в старину день марины с лазарем считался временем зорниц молнии безгрома и дождя которые предвещали пожары и и сушали зрение и наблюдать за зорницами в этот день категорически было запрещено считалось что это может принести большую беду человек или кто-то из его близких может ослепнуть а дом и на дворные постройки просто может спалить молния для того чтобы они не попали в дом над входной дверью на шнурке вешали чертов палец считалось что это окаменелость образовалась при ударе в молнии в землю однако в давние времена именно чертов палец оберегал наших предков от удара молнии его не только вешали в домах но и носили при себе в качестве оберега а вот мелкие чертовы пальцы на веревочках вешались на шее коровам которые паслись в полях для того чтобы в них не угодила молния большое количество народных примет и легенд родилась в народе из-за того что с этого дня начинали происходить необъяснимые природные явления согласно предания марина была дочерью морского царя но не мог не смогла смириться с его суровым нравом и избежала с тех пор грозный родитель бушует и посылает на землю свои огненные стрелы с этой же легендой связан обычай есть в эту дату исключительно рыбу не смотреть на вспышки молний чтобы ненароком не ослепнуть и без особой необходимости не выходить из дома огненная мария считается сестрой ильи пророка чей праздник отмечается тремя днями позже 2 августа по поверьям огненная мария вынуждена скрывать от брата день его именин иначе он так развеселиться что громом и молниями уничтожит все вокруг по другим версиям когда на святого илью и после праздника не идет столь необходимый дождь народ говорит что огненная мария еще не напомнила об именина своему брату или в день марины и лазаря заряжали молниями одежду для этого брали нижнее белье и вывешивали его на улицу чтобы она повисела там в течение часа затем клали в мешок сшиты из хлопка льна или другой натуральной ткани таким образом отгораживали от других вещей к этой одежде добавляли по щепотке ромашки лаванды и мяты которые по поверьям обладали чудотворной силой это нижнее белье надевали только в особенных случаях во время болезни чтобы поскорее выздороветь перед важным жизненным событием например перед сватовством или свадьбой а также во время общения с людьми которые вызывали страх или неприятия охотники и раболовы на марину лазаревую сидели дома а свои снасти выставляли на улицу чтобы молния силой с ними с ними поделилась считалось что после этого обряда добыча и улов будут хорошими если женщина никак не могла забеременеть то именно 30 июля она должна была набраться смелости и выйти во время грозы на открытую поляну где терла живот с просьбой чтобы небесный огонь ей помог зачать мало шла шла домой и читала молитву отче наш этой ночью между мужем и женой она обязательно должна была быть близость в праздник марины и лазаря проводились различные магические ритуалы читались различные заговоры и первый заговор который мы с ним вам предлагаем провести 30 июля это заговор на благосостояние поэтому 30 июля заговаривали определенные продукты это были овощи фрукты хлеб колбасы мясо чтобы они никогда не переводились в доме для этого клали продукты в корзину и ставили на подоконник открытого окна и при этом говорили следующие слова собранный урожай с каждым днем ты прибывай чтобы были полны закрома не знали мы бы голода будем сыты всегда помогут нам святые лазарь и марина от напасти спасут от шалости природных уберегут да будет так эти слова нужно сказать три раза корзину а должна быть оставляли до полудня а потом из продуктов лежащих в ней готовили ужин который нужно было съесть только своей семьей следующий заговор это достаточно сильный заговор от врагов этот заговор применялся в тех случаях когда действительно у человека был враг от которого можно было ожидать самого худшего вплоть до смерти этот заговор наговаривается на воск каплю этого воска нужно прилепить на крестик нательный и носить как обычно и слова следующий который нужно сказать знаменуйся раб божий называйте имя крестом животворящим одесную и единую спереди сзади крест нам не рабе божьем называйте ваше имя крест передо мной крест за мной да побежит вся рать врагов от моего креста молния блеснет крестная сила опалит и ослепит врагов вблизь меня христос и вся сила небесная михаил гавриил уриил и рафаил архангелы и ангелы господние силы и страшные серафимы святые ангелы-хранители преданные мне на сохранение души и тело моего от святого крещения ангелы божьи молят за меня спасителя христа чтобы от врагов меня сберег чтоб благословил сей оберег во имя отца и сына и святого духа аминь и именно сегодня 30 июля как правило зачитали защитный оберег на целый день поэтому 30 июля то ли вы завязываете шнурки то ли вы застегиваете пуговицы то ли вы надеваете кольцо обязательно скажите следующие слова замыкаюсь сим замком от злого дела от черного глаза от худых слов чтобы не доступа не полудоступа вам до меня не было ни в пути не в дороге не в работе не в отдыхе не ночью не днем этим словом моим ключ и замок да будет так кстати эти слова вы можете также говорить и в те дни когда вам нужно действительно такая вот мощная защита оберег на целый день